Большое спасибо мы хотим сказать друзьям нашего океанского лектория. Это Центр морских исследований МГУ за помощь в организации этих лекций. Ну а наш следующий гость это Яна Терехова, научный сотрудник кафедры Сейсмонеприи и геоакустики геологического факультета МГУ. Ее тема сегодня для нас это подводные ландшафты и методы их изучения. Яна, вам слово. Яна, микрофон. Добрый день, уважаемые слушатели. Я хотела бы сегодня рассказать вам про подводные ландшафты и про тот разнообразный мир инструментальных методов изучения моря и морского дна. Я научный сотрудник геологического факультета, как сказала Ирина, и моя родная кафедра, это кафедра сейсмонеприи и геоакустики. Как раз мы занимаемся, одно из направлений нашей деятельности, это изучение строения земли под водой и под морским дном. То есть мы заглядываем не только под толщу воды, но и заглядываем вглубь земли. Сейчас я расскажу, как же мы это делаем и для чего. Итак, что такое подводный ландшафт? Я хотела бы сначала обратиться к наглядному примеру. Например, то, как мы видим ландшафт, в принципе, и подводный в частности, можно характеризовать словом пейзаж, который каждому из вас близко и знакомо. Но это не одно и то же, это не является синонимами. В ландшафт входит также знание о обитателях этого места, о геоморфологических и геологических особенностях данного места. О каждом компоненте подводного ландшафта я хотела бы поговорить подробнее. И начать я хочу с типов донных отложений. На экране вы видите несколько подводных фото. Донные отложения могут быть очень разные. Это могут быть и какие-то валунно-галечные пейзажи. Это могут быть и большие валуны, между которыми мы можем видеть вот здесь битую ракушь, ракушняк. Это могут быть и листые грунты. Это могут быть песчаные грунты. Естественно, при одном и том же рельефе морского дна, но разном наполнении, типов донных отложений, это уже будут разные подводные ландшафты. То есть одна из задач при изучении подводного ландшафта, это выяснить, какими же грунтами сложено морское дно. Также нам нужно определить, какие геоморфологические элементы присутствуют на этом участке дна. Это могут быть какие-то возвышенности, наоборот, какие-то области понижения, впадины, какие-то хребты. И это следующий компонент подводного ландшафта, который также необходимо исследовать и узнать. По толще воды, к сожалению, нам этого простым глазом с корабля ничего не видно, и требуются специальные методы изучения таких вещей. Также важен литодинамический и гидрометеорологический режимы. О чем это? Это о течениях и о динамике наносов. То есть под водой действуют сезонные течения, действуют приливно-отливные течения, штормовое воздействие близко к берегу. Все это воздействует на дно и воздействует на те осадки и отложения, которые на дне присутствуют. И, соответственно, влияют на то, как эти наносы перемещаются. Например, мой рассказ будет... Практические примеры, которые я буду вам показывать, они будут все с Беломорской биологической станции Московского государственного университета, которая находится на Карельском берегу Белого моря. Поэтому здесь я привела карту-схему течений всего Белого моря, где видно, что заходит вода по горлу Белого моря. Здесь есть круговорот воды и есть ее выход. Понятно, что в Губах и в Кандалакшском заливе, и в Амежской губе там происходят свои течения. Это генеральные по всему морю и, естественно, есть какие-то локальные. Например, любое препятствие при течении сверху вниз, оно будет этим течением огибаться, за этим препятствием будет зона тени, а наносы будут переноситься справа и слева от этого препятствия. Также течения формируют разные виды ряби. Например, здесь это ряби с волнистым гребнем на берегу того же Белого моря. Здесь она хорошо видна. Итак, течение формирует литодинамический режим, и это также влияет на то, какой подводный ландшафт мы будем видеть в итоге. Геологическое строение. Я оставила его напоследок. Это основа того, с чем мы будем иметь дело. И важно, что было в геологической истории, в этом месте до того, как этот ландшафт образовался. То есть ландшафт будет разным, если в геологической истории данного места были ледники. Например, это, как на Белом море, это какие-то моренные гряды, другие формы ледникового рельефа. Либо это, например, области, где были развиты активно конуса выносов. То есть это реки, которые несут к морю большое количество материала, и самый крупный из них откладывается близко к берегу. А все дальше и дальше, в дистальной части конуса выноса, материал становится все более мелкодисперсным. То есть просто размер вот этих частиц, которые несет с собой поток воды, они становятся все меньше и меньше. То есть здесь, если это могут быть какие-то волнуно-глыбовые вещи, то здесь это уже крупнозернистые пески, здесь это пески тонкозернистые, среднезернистые, и здесь это уже пелитовая часть, то есть это глины, самые тонкодисперсные частички. И также важно знать, чем наполнен наш ландшафт. И здесь идет речь о бентусных сообществах. То есть это животные, которые живут на поверхности и в первых нескольких десятках сантиметров в грунте. То есть, например, здесь это актинии, мягкие кораллы, это афиуры, похожие. Вот эта афиура называется голова горгона. Это, естественно, разные двустворчатые моллюски. Это черви. Подводный мир удивителен и совершенно разнообразен. Помимо тех животных, которые прикреплены к дну и на этом дне обитают, бентусные сообщества, существует еще и планктон, который просто в толще воды переносится течением. Есть и более крупные животные, которые вам наверняка известны. Это рыбы и млекопитающие, которые живут в толще воды. И вот подводя итог тому, что я рассказала вам про подводный ландшафт, я хотела бы обратить ваше внимание на то, какие широкие знания необходимы для того, чтобы охарактеризовать подводный ландшафт. И, естественно, по стечению жизни один человек вместить такое огромное количество знаний о таких разных вещах не может. И поэтому изучение подводных ландшафтов – это всегда междисциплинарное исследование. Чаще всего это… С одной стороны это геологи и географы, геоморфологи подводные, а с другой стороны это биологи, зоологи беспозвоночных с другой. И сейчас я вам буду рассказывать о методах исследования, какими инструментальными методами мы сейчас располагаем для того, чтобы выяснить, какие же красоты, какие подводные ландшафты существуют. И начну я с самого морского дна и с изучения глубин. Как только мы узнаем глубины, то мы сможем построить некую модель морского дна и выяснить, какие же геоморфологические элементы там существуют. Сейчас для изучения глубин моря используются и халатирование. Это метод, основанный на приеме, излучении и приеме акустического сигнала. Например, вот я сейчас с вами разговариваю, я источник акустической волны. То есть мой голос – это звук, он находится в слышимом для человека диапазоне как акустических волн. Существуют волны, которые находятся выше этого диапазона. Это ультразвук и инфразвук, который ниже. Мы его не слышим, но он существует. Например, вибрации, инфразвук, мы совершенно спокойно с вами чувствуем. Здесь используются высокочастотные акустические сигналы. Они посылаются в сторону морского дна и принимаются обратно тем же прибором, который излучил эти сигналы. По времени, которое волна бегает туда-обратно, от корабля, от прибора многолучевого холота до дна и обратно, мы можем с вами, зная скорость в воде, можем сказать, какая глубина была под прибором. Это принцип эхолотирования. Многолучевой эхолот испускает сразу много таких лучей. И, соответственно, по проходу судна мы изучаем целую полоску дна. Сейчас современные приборы дают точность съемки совершенно невероятную. Удается построить модели с ячейкой метр на метр. То есть все, что больше двух метров, мы с вами на этой ботиметрической карте сможем увидеть. Это очень большая подробность и замечательный метод исследования, который дает очень много информации. То есть мы знаем о глубине и о рельефе морского дна сейчас очень много. Следующий метод – это гидролокация бокового обзора. Это следующий этап изучения морского дна и его поверхности. И если при многолучевом эхолотировании мы засекали только время, когда луч сбегает от прибора туда и обратно, то в гидролокации бокового обзора мы еще измеряем амплитуду сигнала, который мы принимаем. Сейчас расскажу подробнее. Итак, излученный импульс бежит до дна и в момент, когда он встречается с дном, происходит несколько вещей. Первое – это отражение. Характерным примером отражения акустического сигнала – это эхо в горах. Когда вы что-то кричите, и потом звук вашего голоса отражается от поверхности гор и приходит к вам обратно, и вы слышите то же, что и сказали. И вот происходит отражение, происходит прохождение. То есть какая-то часть звука, она проходит внутрь дна, внутрь донных отложений, а часть рассеивается. И часть этого, часть рассеянного сигнала приходится точно обратно к прибору. Амплитуду именно этого сигнала мы с вами и хотим зафиксировать. Как себе представить рассеяние? Давайте представим, что у нас есть зеркальце. Это абсолютно гладкая поверхность. И если мы светим на нее фонариком, на эту поверхность, то на стене мы увидим с вами солнечный зайчик. Это пример отражения света зеркала. А если мы с вами возьмем матовое стекло, то зайчика мы с вами не получим. Но глазом мы будем видеть, куда попадает свет фонарика. Именно это и является обратным рассеянием. То есть мы светим фонариком и видим пятнышко света на матовом стекле. Чем более шероховатая поверхность, тем больше энергии сигнала нам обратно придет. Таким образом мы с вами по гидролокации бокового обзора сможем определить, гравий здесь на дне находится, как вот здесь, или наоборот какие-то илы. То есть гравий – это его поверхность, она сильно шероховатая. Обычно гравий сложен какими-то достаточно жесткими грунтами. И, соответственно, обратное рассеяние от него очень интенсивное. А илы, наоборот, сильно поглощающая среда, достаточно гладкая, с мелкими частичками и, соответственно, существенно более гладко. И таким образом обратное рассеяние от илов будет существенно меньше, менее интенсивным, чем от гравия. И закатав, сделав съемку полупрофилем и посвятив таким приборам вправо и влево от профиля, мы сможем построить карту величин обратного рассеяния, где сможем предположить, что вот это белое – это более интенсивное обратное рассеяние, это пески, а более темное – это илы. И, соответственно, другая градация серого – это, скорее всего, какие-то смешанные грунты. Сделав несколько точек пробоотбора по такой карте, мы с вами сможем увидеть, построить литологическую карту, то есть из чего сложено дно. А это, как вы помните, один из компонентов подводного ландшафта. Таким образом, гидролокация бокового обзора – один из полезных и эффективных инструментов изучения морского дна и литологии морского дна. Как вы помните, помимо исследования поверхности и чем она сложена, нам еще нужно посмотреть и вглубь. Для того, чтобы заглянуть вглубь, нам с вами нужны упругие колебания более низкой частоты. И для этого существуют сейсмические наблюдения. Сейсморазведка, так же как и многоучевое халатирование и гидролокация бокового обзора, используют упругие колебания. Так как, вы помните, волос тоже один из видов. Итак, сейсморазведка – это геофизический метод изучения геологических объектов, который находится под поверхностью земли или под поверхностью морского дна. существует и сухопутная, и морская разновидность. В чем они схожи? В том, что существует некий источник упругих колебаний. На Земле это огромные машины, которые своим весом чуть-чуть подпрыгивают по Земле и таким образом вибрируют, называются вибраторы. И таким образом вот это упругое колебание распространяется по поверхности дедных клуб. В морском варианте это разнообразными способами мы получаем большие подводные пузыри. То есть, это может быть просто пневматическая пушка, когда под водой некий объем воздуха с силой туда выстреливается, да, и получается, что этот пузырь в воду попадает и сначала держит свой объем какую-то микросекунду, потом схлопывается, немножко пульсирует, да, и таким образом в воде происходит происходит колебание, которое также при прохождении каких-то границ часть энергии проникает, часть отражается, и таким образом принимая, имея несколько приемников, мы можем восстановить геометрию и в некоторых случаях и некоторые свойства этих пород, да, во всех во всех диафизических методах, которые основаны на упругих колебаниях, мы все время засекаем время, да, мы говорим, что ноль в момент излучения и дальше слушаем, когда сигнал приходит, засекаем время, когда он придет, понятно, что более границ, которые ближе к поверхности приходят быстрее от глубоких дальше, и таким образом вот эта шкала, это сейсмический разрез, настоящий, тоже из Белого моря, вот, это морское дно, да, здесь масштаб искажен, горизонтальный существенно больше, чем вертикальный, то есть эта картинка растянута, сильно растянута по вертикали, да, здесь вот между, тут написано 10 миллисекунд между рисками, это значит где-то 7,5 метров, да, что равняется примерно 7,5 метров, да, таким образом вот этот склон на самом деле порядка полуградуса, то есть для морского дна достаточно крутой, но для таких общих понятий практически без рельефа, вот, но также мы можем видеть, что у нас есть какие-то полупрозрачные осадки, да, и начинается как что-то совершенно другое, зная геологическую историю Белого моря, можно предположить, что это кровля моренных отложений, потому что там на Белом море был ледник, и на самом деле разрез в основном трехслой, самый нижний слой это кристаллический фундамент, второй слой это морена, и третий это ледниково-морские и морские отложения, вот их как раз мы видим как полупрозрачную пачку, как отличить морену от кристаллического фундамента, я вам сейчас рассказывать не буду. Итак, мы с вами поговорили о косвенных методах изучения морского дна и того, что находится под ним, но помимо косвенных методов существуют еще и прямые и первые из одних самых важных это подводные наблюдения, причем это могут быть как натурные наблюдения водолазным способом, то есть когда человек, исследователь сам туда ныряет и просто смотрит, и существует еще ряд возможностей фиксации того, что это увидено, подводное фото и видеосъемка. Здесь вы можете видеть пример подводной фотографии, а это кусок из подводного видео. Также существуют подводные аппараты, на которых установлена камера, которая может делать как фото, так и видео в высоком разрешении. Она оснащена прожекторами, потому что например, если в Красном море видимость может быть очень высокой и достигать 45 метров, то например, в Арктических морях уже на 10 темно и почти ничего не видно. Поэтому они освещены мощными прожекторами и некоторые из них оснащены еще и манипуляторами. Помимо того, что мы можем с помощью них заглянуть под воду, мы еще можем оттуда что-нибудь достать. Плюс таких аппаратов, что они могут опускаться на значительные глубины и соответственно работать существенно дольше, чем те же водолазы. Итак, это заверка задачи таких методов, это заверка косвенных геофизических методов и изучение ландшафтов на локальных участках, поскольку точек погружения их ограниченное количество, это методы трудозатратные и времезатратные, поэтому обычно опускают, они идут вслед за косвенными методами и проверяют некую выставленную после обработки интерпретации косвенных методов гипотезы. также существуют пробоотборы. С судна в воду опускается некоторый прибор, который может захватывать часть донных отложений. Вот здесь на слайде пример с гравитационной трубкой, то есть это колонна, это труба железная вот такого диаметра, на который существует груз, вот этот по-моему порядка то ли 60 то ли 100 килограмм, очень тяжелый, вот его вывешивают за борт и под собственным весом он разгоняется, втыкается как поршень в грудь и можно поднять можно поднять ненарушенный ненарушенную трубку донных отложений, вот как бы так это примерно выглядит, да, вот здесь вот метр метр разреза может чуть поменьше метр разреза вы здесь можете видеть. Существуют другие типы проботборников, те, которые берут только самую поверхность, те, которые аккуратно втыкают трубочку на 30 сантиметров, они самые разные, такие гравитационные трубки могут давать информацию до 20 метров, то есть самые большие трубки, о которых я слышала, это 20-метровые и в некоторых районах, где тип донных отложений позволяет, они как бы втыкаются, да, и мы получаем совершенно значительный разрез, можем его изучить, вот этот реальный материал, узнать граммометрический состав, это размер зерен, измерить плотность, измерить влажность этих грунтов, узнать их, узнать о их прочности, да, и возможности строительства на таких грунтах, да, это определение литологических типов донных отложений с помощью пробоотбора, и также существует целый спектр методов изучения бентусных сообществ, в основном он основан, конечно, на пробоотборе ковшовыми способами, то есть вот этот ковш, он берет только поверхность, и там тот грунт, который он набрал, он промывается водой, оттуда выбираются все животные, которые туда попали, и дальше с помощью микроскопа и глаз, да, каждый из них определяется, рассматривается, что это за животное, они классифицируются и так далее, легководолазные наблюдения, подводная фото-видеосъемка, также как бы все это используется. Где же можно прикоснуться к подобным разнообразным совершенно исследованиям? В Московском государственном университете есть Беломорская биологическая станция, это учебно-научный центр, где проводят практики несколько факультетов Московского университета, естественно, это биологический и там не все студенты биологического факультета проходят практику на Белом море, но половина точно это для биологов совершенно культовое место. Оно было основано аспирантом двумя студентами, они ходили и выбирали место для одного из для некой стоянки, после чего постепенно это маленькое поселение, оно разрослось и сейчас вмещает до 200 человек за раз и это учебно-научный центр, оснащенный по последнему услову биологической техники, где существует конфокальный микроскоп, аппаратура для баркодинга. Как вы понимаете, мое образование, оно биологическое и многое из того, что делают биологи на биостанции за грани моего образования, вот, но там проводят общеобразовательные лекции, каждый приезжающий рассказывает о своих научных исследованиях и это место, где можно очень сильно расширить кругозор и найти найти себе соратников и коллег для междисциплинарных исследований. Также туда привозят студенты геологический факультет, там существует практика палеонтологов, практика литологов и практика геофизиков. Географический факультет уже много лет исследует рельеф близ биостанции и контур берегов, также привозят туда своих студентов. ФИСФАП И еще ряд факультетов также привозят сюда своих студентов и для подготовки специалистов и проведения полевых студенческих практик это совершенно потрясающее место, где я надеюсь, что я смогла вам передать частичку того интереса, который можно там почерпнуть и того разнообразия тем, которые естественно науки содержат. Там, конечно, потрясающе видно невооруженным взглядом и к этому к чему можно приобщиться, как-то это прочувствовать и получить тот научный азарт, научный интерес для развития таких междисциплинарных или узкоспециализированных естественно научных исследований. Итак, и теперь три примера изучения подводных ландшафтов, как это бывает на Беломорье. В 2011 году были исследования острова Высокий вы видите карту фактического материала геофизики. Точками здесь показан пробоотбор, погружение с фотосъемкой и точка видеонаблюдения. В результате была построена карта величина обратного рассеяния. По пробоотбору и фото и видео мы определили типы донных отложений. Мы их неким образом классифицировали на илистые, на песчаные, на валунно-галечные, на валунно-глубовые. Применяли и статистический анализ данных и соответственно построили некую литологическую карту. Сделали морфогенетическое районирование и построили такую схему, где выявили и структурно предопределенные понижения, моренные гряды, равнины. Все это было с поддержкой сисьмо акустической. то есть мы например моренную гряду без знаний о внутреннем геологическом строении от плато отличить совершенно невозможно, но у нас эта поддержка была и соответственно эта интерпретация достаточно точная. Вот эта литологическая схема, о которой я говорила. И результатом нашего исследования была карта распределения размерных классов и численности моллюска Арктика Исландика. Так это детеныш этого моллюску так выглядит. А здесь на подводном фото вы можете видеть такие две дырочки парные здесь и здесь это сифоны этой Арктики Исландики в один засасывает, в другой выплевывает и фильтрует воду, соответственно таким образом питается. По результатам этого исследования мы знаем, что вот в этом понижении минимальное количество этого моллюска. на плато средняя численность, а на склонах максимальная. Зачем нам это нужно? Вообще говоря, моллюск Арктика Исландика относится к промысловам и его вообще можно есть. Соответственно теперь мы знаем куда бросать ковши, чтобы у нас было максимальное количество этих моллюсков и мы наелись лучше всего. еще один полигон это пролив Великая Салма. А здесь в 2016 году было огромное исследование, которое включало в себя весь набор необходимых для изучения подводных ландшафтов методов. Была построена карта подводного рельефа. Это цифровая модель рельефа дна. Вы можете видеть, что в принципе это пролив. У него есть центральная впадина, есть два борта. Один достаточно крутой, второй более пологий. На втором существуют такие формы рельефа, как эскер в зарубежной литературе, ос в российской это ледниковая форма рельефа. Внутри или на поверхности ледника текут реки, соответственно по выработанным им долинам идет накопление некого материала в основном тонкодисперсного, то есть это глины. И потом, когда ледник уходит, отложения они таким негативом отпечатываются на поверхности. То есть если раньше это была речка, то когда все это упало на дно, это стало холмом, а хребтом. И вот вы можете видеть здесь большой эскер с маленькими запрудами. и вот здесь еще есть два маленьких. Существуют выходные фундамента на поверхность, как например вот в этом месте. При этом здесь это все под водой, а чуть восточнее начинается целая серия островов. То есть как вы понимаете, что выходные фундамента сначала находятся под покровом воды, и потом выходят на поверхность и мы можем видеть острова на Белом море. Была большая работа проделана по гидролокации бокового обзора в нескольких частотных диапазонах для лучшего понимания состава и типов отложений. была проделана работа по комплексированию данных дистанционных методов с пробоотбором и зонированием. Вот мы выделили однородные области, их охарактеризовали. По данным на гулочевого охватирования разные формы рельефа были описаны. Поскольку количество данных, которые здесь вовлекалось было очень значительным, то мы применяли как атрибутный анализ, так и кластерный анализ. То есть это полуавтоматическая интерпретация тех данных, которые у нас получены, с помощью которых мы можем выделить какие-то однородные области их потом назвать. Результатом нашей работы было выделение морфогенетических типов и на этой карте собрана компиляция всех абиотических компонент подводного ландшафта. здесь принимали во внимание геологическое строение, типы донных отложений, геоморфологическую ситуацию, динамический и гидрометеорологический режим. на последнем этапе мы привлекали данные о сообществах и выделили доминирующие виды, положили их также на карту и, соответственно, таким образом зонировали большую площадь пролива Великая Сауна, как с абиотической, так и с биотической точки зрения. И последний маленький кусочек это у нас этот полигон называется остров Плашкин, также была сделана ботиметрия, проведены сейсмические исследования, гидролокация бокового обзора и результатом стала карта подводных ландшафтов где в каждой этой области были привязаны как типы донных отложений, геологическое строение, так и бендусные сообщества, которые здесь присутствуют. Спасибо вам большое за внимание. Если у вас есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Яна, спасибо вам огромное. Ваша профессия невероятно сложная. Спасибо, что смогли рассказать нам о ней простым и понятным языком. Вот один из вопросов, который нам поступил, это про Беломорскую биологическую станцию, другие места практики студентов. А можно ли попасть туда школьникам или, на экскурсию на экскурсию для других студентов? Прекрасный вопрос. Спасибо большое за него. На биологическую станцию школьников вывозит, по-моему, 192-я школа. Я могу ошибаться, но в любом случае эта школа имеет биологический уклон, и там существуют полевые практики, в принципе. Они точно возят детей на Звенигородскую биологическую станцию, это близко от Москвы. Существует геологическая школа при геологическом факультете, и сотрудники геологической школы, это студенты-преподаватели геологического факультета, я в том числе когда-то вывозят школьников старших классов на разные полевые практики, в том числе и на Крымский полигон геологического факультета, где традиционно проходят практику первый и второй курсы геологического факультета, то есть все студенты геологического факультета на первых двух курсах по месяцу проводят в Крыму под Бахчисараем на Крымской геологической базе. Также существует на самом деле несколько кружков естественно научного направления в Москве, в Перми и в других городах России, которые также для своих школьников устраивают такие практики. я думаю, что в крупных городах всегда можно найти такую возможность, а так я, конечно, приглашаю вас поступать на геологический факультет, МГУ, на геологический, на географический, чтобы естественно научных людей становилось больше, и знаний о нашей планете мы копили, множили и как можно более бережно могли к ней относиться. Спасибо, Яна, вам огромное. Если у нас слушатели еще остались какие-либо вопросы, они всегда могут задать нам на официальном сайте www.ist.su в блоке вопросов-ответов. И в ближайшее время, как, например, мы получим ответы от вас, Яна, мы сразу же опубликуем, чтобы все могли почитать и ознакомиться. Яна, еще раз вам огромное спасибо, что сегодня были с нами. Спасибо вам за внимание. Спасибо. Это был «Океанский лекторий». У нас небольшой перерыв и мы переходим на следующие лекции. Спасибо.